всем привет друзья это youtube проект да это так ярослава маслова рада вас приветствовать и рад приветствовать алексея якубина лёш привет рада тебя видеть слышать пробиваются за якубином лучи света это не может не раду я когда кому-то звонишь у кого-то есть свет то как-то из самому на душе очень тепло и хорошо от этого становится но в таких условиях шума и мотума ему я кто кажется у нас а летим не меньше на сдаемся двигаемся далее продолжаем работать чего бы нам этого не стоило лишь тогда предлагаю быстро да по основным вопросам пройтись что у нас на повестке сегодняшний значит саммит бухаресте североатлантического альянса до двухдневные переговоры я так понимаю во вторник и в среду будут они продолжаться массу заявлений уже было сделано главой нашего мз с кулебой он высказал некую надежду на то что новый пакет военной помощи в том числе техники нужные нам сегодня на поле боя страны нато нам предоставят ну и конечно же я хочу тебя спросить вот как ты считаешь вот хоть какой-то малейший существенный прогресс какая-то малейшая зеленая лампочка сегодня в сторону украины и украинского возможного до будущего североатлантического будет спустя до вот 14-летнего вот этого времени ровно 14 лет назад в том же кстати бухаресте проходил вот тот сумму звездные кто кажуть на саммит нато где украине значит поставили крест на долгие годы на пути в альянс вот какой-то прогресс до выполнения вот этих обещаний стран блока украины он сегодня будет ощутим или нет ну смотри мне кажется что действительно символичность бухареста очевидно но нюанс том что этот саммит который проводится это все-таки саммит министров иностранных дел то есть это и это влияет да потому что одно дело когда это ежегодный большой саммит на то ну вот который они проводили летом да и в следующем в балтии проводите другое дело когда все-таки саммит министров иностранных дел я думаю что возможно снова будут вот эта фраза о том что для украины двери закрыта и так далее будет будет они будут ее повторять но дежурная фраза но нам-то как бы от этого не легче и мы помним что до этого предварительно до этого владимир зеленский неоднократно говорил что конечно это хорошо но давайте продемонстрируйте реальное желание да какие-то шаги которые бы нам показали что это не просто дежурная фраза знаешь когда прозрачные стеклянные двери которые как бы вот вот они но они как-то ну прозрачные но закрыты да условно говоря то есть смотри но я думаю я честно говоря от этого саммита я не ну вот не ожидаю министра иностранных дел какого-то такого прям прорывного момента но я не исключаю что сигналы связанные с оружием и возможно новые пакеты военной помощи да эти вещи точно будут более того смотри мы как бы наблюдаем за прохождением этого саммита во первых восточной европе и он близко проходит к зоне боевых действий это тоже важный момент да и мне тут интересно мы тоже ждем будет ли россия наносить новые ракетные удары и как когда да будет ли она например это делать вот когда проходит саммит или не будет то есть это кстати тот же я думаю будет играть свою роль потому что мы видели что предварительно когда россия носила вот эти прошлые ракетные удары по критической 20 был балийский как раз вот эта изоляция лаврова да да абсолютно верно и и и и но в то же время сразу же после таких ракетных ударов украина получала дополнительные пакеты помощи вот тут интересно как будет на этой неделе да и будет ли россия например международную в том числе повестку но по сути как бы использовать параллельно с этими ракетными ударами которые которые мы в общем то наблюдали ты прав лёш потому что действительно масса информации по поводу вторника и среды и британской разведки и нашей разведки и те же представители офиса президента в частности арестович да говорят о том что такая вероятность массированных ракетных ударов она в ближайшие пару дней будет сохраняться и конечно же в том числе в киеве как и во всех украинских городах просто судорожно ждут до вот этих сообщений на телефон о начале массовой воздушной тревоги я очень надеюсь что мы выстоим я в это верю по-другому быть не может мы преодолеем и и это обязательно по поводу еще новых решений если говорить о европе ты знаешь да что буквально накануне поздно вечером закончился значит собрание представителей стран евросоюза и они в очередной раз я не знаю уже какая-то попытка мне кажется 20 за последние наверно с августа да когда активно об этом начали говорить так и не смогли они значит договориться о потолке цен вот на российские энергоносители в частности говорили о российской нефти блумберг кстати сообщает что с данными на свои источники анонимные что именно польша вчера выступила некой такой баба ягой против скажи лишь чем связано вот это как говорит подоляк ну то есть это не конкретные действия чем просит украина да если вы готовы нам помогать это имитация бурной деятельности да что европа до сих пор не поняла что да уменьшая способность ну скажем москвы финансировать войну полномасштабное вторжение на нашу территорию вы же говорите там что мы щит европы да мы сегодня как бы за весь мир вы не только делаете одолжение некой украине вы делаете благое дело и себе почему так происходит да смотри мне кажется что там как во первых европа ограничена на самом деле вы в временном лагия в контексте своих действий с 5 декабря начнут действовать ограничения связанные с закупкой нефти которая перевозится танкерами то есть это будет уже скоро да и я думаю что даже вот эти все игры которые мы сейчас наблюдаем вокруг потолка цена нефть как бы все равно есть уже выставленные временные рамки до которых эти игры могут продолжаться грубо говоря и это не так много времени в чем там ключевая тема дискуссии это вопрос связанный с тем что должен ли этот потолок быть выше себестоимости или должен он быть ниже себестоимости российской нефти потому что по данным в случае российским данным которые были себестоимость у них в районе 50 долларов все что выше а заметь евро и еврокомиссии обсуждалась порог 65 долларов да вот сейчас если я не ошибаюсь тот же блумберг пишет там за баррель 62 доллара но та же боль польша да и страны прибалтики да они говорят что это очень высокая цена я вот об этом и говорю то есть тут нюанс в том что получается что россии все равно останется возможность зарабатывать на продаже своей нефти потому что ну возьмем даже себестоимость 50 долларов то есть грубо говоря 15 долларов еще сверху да да ну а мы понимаем это количество баррелей и так далее да и весь масштаб и как раз больше действительно они поднимали вопрос чтобы сделать этот порог в 30 долларов то есть 30 чем-то долларов и вот тут возникли ключевые вопросы потому что я так понимаю что европейский союз при этом смотрит а как бы а будет ли доступно во первых это сырье но я имею ввиду будет ли россия готова поставлять даже при таких моментах да нефть потому что из россии звучат такие сигналы что если будет установлен этот барьер да этот порог там ниже ну то есть какой какой то цены то они вообще не будут поставлять и будут следить чтобы те компании которые поставляют нефть на международные рынки чтобы они не поставляли в страны которые присоединятся к этому порогу то есть я думаю что контексте просто зимы европейском союзе думают что с одной стороны есть возможность уменьшить значительно аппетиты россии но понятно что там все равно какая-то маржа будет или же есть момент что можно установить цену в районе 30 долларов да но в таком случае не факт что это сырье будет попадать в том же количестве на европейский рынок вот они оказались как бы мне кажется вот между знаешь вилкой своеобразной ну то есть понятно что страны восточной европы которые находятся намного ближе к зоне конфликта они на этот вопрос более активно поднимают тем более что давай еще не забывайте понимая что россия дальше может прийти первым конечно и не более того понимаю вот у нас часто есть такой миф что вроде бы россия зарабатывает большую часть своих доходов от углеводов это от газа это не так это нефть то есть если посмотреть внимательно да вот скажем так вот это уж полотно доходов то большая часть доходов это именно доходы от нефти газ там на самом деле играет намного меньше роль и тут как раз идет речь о том что из-за санкции которые были введены в том числе да цена на нефть где-то поднималась ну то есть были пики когда она поднималась и в общем то западные страны поняли что нужно создать какой-то механизм для контроля того что санкции санкциями но и россия не может зарабатывать параллельно да и из-за вот этих пиков и как бы компенсировать себе какие-то санкционные моменты ты кстати сейчас вот прям говоришь да подводя мне к следующему вопросу что санкции санкциями но есть моменты да где вот эту красную линию не европа не условный коллективный запад перейти не может из-за того что там есть их интерес личное вот смотри лишь последние несколько недель очень активизировалась активизировался вопрос по поводу признания россии страной значит спонсором терроризма да мы видим европа заговорил об этом активно европарламент готовит да там целый пакет процедур по принятию этого решения но молчит америка да вот это новое заявление я думал ты видел думаю ты видел американского посла по принад от джулиана смит который говорит что мы готовы поддерживать всячески санкции да мы за экспортные ограничения но мы против сейчас того о чем просят украина потому что как он сказал мы не считаем это полезным полезным в первую очередь конечно же для себя для американского народа вот с этим что делать насколько для нас сейчас этот вопрос но критически важен с точки зрения до международной политики действительно есть некая разница между тем подходом который мы видим в европейском союзе сейчас присутствует да и в соединенных америке дело в том что соединенных америке понятие государства спонсор терроризма это существующее понятие есть страны которые уже признаны имеют такой статус например иран к примеру да в европе списка таких стран нет то что сейчас делает европарламент когда он на прошлой неделе принял резолюцию это на самом деле как бы не обращение к еврокомиссии и к евросовету чтобы они разработали нормативную базу которая позволила европейскому союзу иметь такой ну такой инструмент да то есть список стран которые признаны странами спонсорами терроризма или используют террористические методы и туда их вносить и в контексте этих стран сразу же начинали действовать определенные ограничения уже разработаны опять-таки тут просто нюанс стоит том что в европейском союзе действительно как оказалось нету подобной нормативной базы для того чтобы в целом такой статус да сразу же предоставлять то или иной стране потому потому вот важность этой резолюции которая была по поводу соединенных штатах америки а мне кажется что тут дело не в том не только в том что штаты ну вот да они там допустим не хотят давать потому что ну там считают что как бы а у них там есть еще какие-то свои дополнительные действия с россией так далее то дело в том что штаты считают что предоставление такого статуса обрубит еще какую-то ложную надежду возможно да или последнюю надежду что какой-то уровень эскалации еще можно остановить или значительный уровень эскалации еще можно то есть мне кажется что они такой статус будут готовы предоставить когда они будут понимать что они уже никак повлиять на россию в плане метода введения войны они не могут лёш а сегодня они могут это делать то есть сегодня администрация байдена она уполномочена имеет такие возможности хоть как-то да держать руку на пульсе у путина смотри это очень интересный вопрос насколько закрыты контакты между россией и соединенной нашей америки сейчас из того что мы знаем о на уровне спецслужбы они продолжают работать ну например я видел информацию bbc например распространяла о том что российские и американские спецслужбы недавно обсуждали вопрос связанные с после критичных ударов по нашей инфраструктуре они запросили звонок и у них был контакт и я так понимаю что американцы доносили свое видение что мы понимаем что здесь опять таки вот после последнего ракетного удара я напомню что когда у нас возник блэкаут да или как его называют блэкаут системная авария у нас отключились от энергосистемы все атомные электростанции да это потенциально в истории украинской энергии абсолютно верно а потенциально это означает что ракетные удары россии по энергетической инфраструктуре они связаны из ядерной угрозы я думаю что об этом вот это вот этот момент американцы скорее всего и доносили до россиян но также как мы понимаем вот эту ситуацию вокруг запорожской атомной электростанции которая продолжается а ну то есть то есть у определенный уровень контактов он сохраняется эти больше скажу что сегодня на самом деле должна была в каире на часа встречи между представителями россии и соединенных штат америки по контролю за ядерными вооружениями по инспекциям и россия перенесла а да но в каи был выбран каир как некая нейтральная площадка где они должны были но и вот вчера россия перенесла эту встречу не объясняя причины как бы как ты думаешь чем это связано готовящимися массированными ракетными атаками на энергетическую инфраструктуру украины в том числе а я думаю что это возможно да возможно россия не хочет взять больше для себя времени чтобы как они как они считают в этих торгах что-то еще там увеличить вот эту планку потому что именно именно россия по сути перенесла эти переговоры американцы уже были готовы выехать то есть их команда чтобы начать вот те самые инспекции да когда россияне присутствуют на американских ядерных объектах а американцы присутствуют на российских ядерных объектах мне конечно честно сам факт того что россия перенесла это как бы такое ну немножко тревожный да то есть мы понимаем почему потому что на самом деле если бы эта встреча произошла то наверное это сначала войны была бы первая встреча где обсуждалась по поводу как ну в таком формате обсуждалась возможность контроля над ядерным арсеналом в том числе россии да потому что мы видим россия вытягивает ну как бы да может быть рад через уста разных спикеров но она вытягивает эту карту и пытается как бы перед миром пробовать иногда до забрасывать эту тему с ядерной угрозой да просто как только встает вопрос что россии нужно на какой-то международной площадке хоть немного отвечать за свои слова и действия до g20 тот же до путинского я в домике сразу они игнорируют любые возможности лишь знаю что должна тебя отпускать кстати благодаря таким как алексей и кубин украинские студенты сегодня имеют право грызть гранит науки и продолжает становиться умнее и мудрее спасибо тебе лёши за твою работу за то что нашел время включиться алексей и кубин до новых встреч береги себя пока пока до встречи